Школы Республики готовятся встретить учеников лицом к лицу. Уже через несколько недель ребята вернутся за парты. И по заверению министра просвещения, дистанционки в начале учебного года не предполагается. К первому сентября учебные заведения проверяют представители Минобра, Роспотребнадзора и МЧС. На месте специалисты оценивают состояние пищеблоков, исправность пожарных сигнализаций и наличие огнетушителей, состояние мебели и спортивных объектов. Так, в столице Республики все проверки прошли уже 28 школ. В Южкарле сейчас работают более 30 школ. Летом в каждой из них идет косметический или капитальный ремонт. Одновременно закупаются термометры, муаски, перчатки, антисептики. Разрабатываются графики занятий, перемены, перерыв на обед. Как итог, уже к середине августа все школы столицы готовы принять учеников. Работает межведомственная комиссия. Со 2 августа мы начали заниматься этой работой. И, в принципе, сегодня я уже могу сказать, что практически все школы готовы. Ведется ремонт пищеблоков. Я считаю, что это немаловажно на сегодняшний момент, потому что с 1 сентября мы уже второй год кормим детей с 1 по 4 класс. Пищеблоки оснащаются новым оборудованием. На это выделено 13 миллионов из республиканского бюджета. Закупаются пароконвектоматы, новые посудомоечные машины, раковины, холодильники. Закупается новая посуда. То есть пищеблоки полностью готовы. Проводится текущий ремонт учреждений. Ремонтируются кабинеты, рекреации. То есть я могу сказать, что сегодня все школы города готовы к приему детей. Помимо управления образования принимают школы сотрудники МЧС. Продолжается приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Межведомственными комиссиями на территории городского округа города Шкар-Ала. Из 36 образовательных учреждений на сегодняшний день принято 28 школ. Сотрудники МЧС проверяют школу с начала июля. Особое внимание уделяют работе противопожарной системы. Да, все хорошо. Двери открываются без ключа. Пути эвакуации свободны. Также проверяют пути эвакуации и надлежащее состояние средств тушения. Еще раз напомним вам, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. В частности, порошковым огнетушителем. Берете, срываете пломбу, выдергиваете чеку, направляете трубку на очаг возгорания на расстояние примерно метр-полтора и нажимаете на рукоятку. Один из важных критериев проверки – исправность систем оповещения в случае ЧП. Сейчас мы проверим автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и эвакуации людей. Нажимаете на ручной пожарный извещатель. Школа номер 6, которую с нашей съемочной группой проверял сотрудник МЧС, проверку прошла. А это значит, ребята весь учебный год будут находиться в полной безопасности. А не это ли самое главное? Продолжение следует...